ДИЗЕЛЬ РУЛИК КЛАМ! ПОЛИЦИЯ! ПОЛИЦИЯ! Слава Богу, ПОЛИЦИЯ! Ой, молодой человек, вы не могли бы кричать «ПОЛИЦИЯ МОЛОДЦЫЙ! ПОЛИЦИЯ МОЛОДЦЫЙ!» От вас хоть какой-то толк будет. Вы не понимаете, у меня украли деньги. Ой, вы так это говорите, прямо хочется вынуть свои и пересчитать. Слушайте, я смотрю, вы вообще не собираетесь напрягаться. А зачем напрягаться каждый день, если зарплату платят раз в месяц? Слушайте, у меня украли деньги, и вы обязаны мне помочь. Ой, хорошо, хорошо, с большим удовольствием. Добро пожаловать в кредитный отдел. Алло, алло. Да, слушай, ну что ты сейчас, секундочку. Ну что ты начинаешь? Это не телефонный разговор. Давай лучше вечером сядем за столом и поговорим. Да, всё, давай, обнимаю. Начальник полиции звонил. Ой, я смотрю, им в этих прохладных кабинетах вообще делать нечего. Да. Так, три бутылки продал. Вот твоя доля. Отлично. Я смотрю, идёт наше кошерное грузинское вино. Будешь вино вкусное? Нет, спасибо, не буду. Ну всё, тогда поехали. Ой, Давидик, я бы поехал. Просто этот молодой человек утверждает, что у него украли деньги и требует от нас каких-то действий. Ой, слушай, я не понял сразу. Извини. Какая утрата, брат? Всё, поехали. Поехали. Куда поехали? Куда поехали? Всё. Вы что, не понимаете? Меня ограбили? У вас, что ты кричишь об этом, как девчонка? Будь мужчиной, обокрали, перетерпел, пошёл дальше. У меня украли тысячу. У вас, слушай, для Одессы это вообще не деньги. У меня украли тысячу долларов. Ой, ну это, конечно, в двадцать шесть раз увеличивает наш интерес. Но поймите, если мы сейчас кинемся искать вашу тысячу, мы потеряем наших две. Минимум. Да, извини. А, секундочку. Алло. Да-да, продаю. Тачка бомба. Слушай, только после ТО. Два комплекта резины. Я иду так, как на фотографии, с мигалкой продаю. Да, давай. Всё, поехали. Куда? Ну, слушайте, вы можете хотя бы составить протокол. Вы же полиция. Ой, каждый вот знает, что... Что полиции надо делать. Хорошо, хорошо, хорошо. Что там у вас произошло? Давайте, давайте. Это что, протокол? Это черновик. Черновик? Или вы думаете, что я буду об вас портить официальный бланк? Слушай, а не надо ничего портить. Я сейчас устно прошу. Когда у вас произошло это мелкое недоросумение? Да вот, полчаса назад, буквально. Ваа, всё уже нужно дело закрывать. Как закрывать? Это Одесса, он уже давно потратил эти деньги. Слушай, ну его-то самого надо поймать. Ага, ну шо бы его поймать. Вам нужны свидетели ограбления. Они у вас были. Ага, понимаете, там так быстро всё так... Да, 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 вот, вот, вот возьмите. Так. Это надёжные люди. За умеренную плату они подтвердят любые ваши показания. С другой стороны, телефон недорогого такси. Всё, всё хорошо. Счастливо, куда вы уходите, я не понимаю, они же у меня не только деньги. Барсетку украли. Ну ладно, купишь себе новую. Ну, да там были, представляете, деньги, документы, ключи от машины. И всё. Ну там жвачка, презервативы. А? Ирония судьбы. Слышал, Гальяв? Как только ты хотел кого-то пойметь, сразу же поймели тебя. Смешно. Очень смешно. Очень смешно. А мне документы надо переделывать. Права. Ой, ну не волнуйтесь вы так. Если у вас там действительно были документы, как вы говорите, они вам обязательно позвонят. Да откуда они узнают мой номер? Это Одесса. Здесь все друг друга знают. Ну и что, что это? Пожалуйста. Алло. Что? Они предлагают вернуть права за тысячу долларов? Не соглашайтесь ни в коем случае. Я вам новое за пятьсот сделаю. Да вы что? Я так понимаю, вы надо мной издеваетесь. Тогда значит мы поедем сейчас к вам в участок и там будем разбираться. Да, да. Сейчас поедем. Вот только приус наполним и поедем. Сейчас еще двух этих жертв подождем. Вот таких как ты. Я же не буду полупустой приус гонять только из-за тебя. Хорошо. Тогда я вызову такси и поеду на такси, где это ваша визитка. Да, конечно, вызывай кого хочешь. Пожалуйста. Сейчас я вызываю. Алло, такси Мигалочка без пробок слушаю. Да что это, что это за цирк вы тут устроили? Алло, алло, что? До цирка двести будет стоить. Это я с вами разговариваю, слышите? Можно потише, я с человеком общаюсь. Да. Да вы со мной общаетесь, я вам звонил. Вот, я... А, понял. Извините, перезвоню. Так что, к цирку едем? Знаете, что я сейчас сделаю? Я вызову другой наряд, вот сюда, вот сейчас. И тогда мы посмотрим. Э, не надо другой наряд, давайте за сто пятьдесят поехали. Какой у вас тут номер полиции в Одессе? Как везде, что, двенадцать? Да, да. У нас номер тот же, один, один, два, но у нас вызов платный. Вас приветствует одесская полиция. Если вас ограбили, нажмите один. Если вас ограбили и у вас остались деньги, нажмите два. Если вас ограбили и у вас не осталось денег, примите наши соболезнования. Если вам нужна квартира недорого у моря, жмите 063-23-84-111. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, ну что это за город такой, а? А, слушай, прекрасный город. Ты просто не понял его. Для того, чтобы Одессу почувствовать, нужно сначала выпить немножечко грузинского вина. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое вино? Я не понимаю. Вы должны выполнять свою работу. Какую ты хочешь, чтобы я выполнял тебе работу? У нас пик сезона, у меня три работы. Ты хочешь, чтобы я тебе посадил сюда на плечо орла и сфотографировал? Или ты хочешь, чтобы я тебя прокатил на ослике? Или хочешь, я тебе налью вина? Ну вы же полицейский. Кто? А, точно? Это вообще четыре работы. Ты хочешь, чтобы меня четвертовало тут по Одессе? Знаете, вот теперь мне понятно, как у вас тут работает новая полиция. Все понятно. Понятно? Понятно. Хорошо. На. Пожалуйста. Все ему понятно. На. Держись. Теперь ты полицейский. В смысле, вы что, мне дали фуражку? Какую-то ерунду, и я типа полицейский? Ну отожмись еще пятьдесят раз. Нас так набирали. Вот это набрали новую полицию. Вот это набрали. Ой, ну посмотрите, что за люди, а? Им не нравилась милиция, вам сделали полицию. Теперь вам полиция уже не нравится. У меня такое ощущение, что реформы не успевают за вашими желаниями. Вы можете хотя бы показания у меня взять? Или это тоже платно? Ой, ну за кого вы нас принимаете? Это для потерпевших в первый раз бесплатно. Ну только можете вот там присесть на стульчик. Давай. На стульчик? Да, вот так вот. Чуть-чуть пододвиньте его. А зачем? Ну просто фон красивый, за вами море. У нас просто маленький ютуб-канальчик, мы это видео выкладываем. Какие-никакие копеечки. И можете в конце сказать, подписывайтесь на Мигалочка ТВ. Да, и лайкайте, и лайкайте. Все? Да. Можно? Я приехал в Одессу отдыхать. И меня ограбили в первый же день. Полиция ничего не делает, никто ничего не делает. Я буду всем говорить, чтобы в Одессу не ехали. Ой, дорогой, что ты такое говоришь? Что сразу не сказал, что такая несправедливая ситуация? Слушай, а тебе надо расслабиться, выпей вина. Феник, не надо. А, не надо? Не надо. Жить негде, будешь жить у моего брата. Бесплатно. Бесплатно? За еду тоже не беспокойтесь. Моя мама готовит прекрасную рыбу. Вы наловите, а на пожаре. Подходит. А на пляж будешь ходить тоже бесплатно? Я тебе свою форму дам. В нашей форме бесплатно. Слушай, ну так приятно. Даже неожиданно как-то от полицейских. Ой, что ты заладил? Полицейские, полицейские. Мы в первую очередь... Одесситы. Понимаешь? Ты Одессу видел? Ну, как бы мельком там. Что ты? Я тебе сейчас все покажу. Одесса, красавица. Да вы что? Да. А куда поедем? Все к тебе покажу. Все. Дмитрий Троич, знаешь, за что люблю Одессу? А ну. Что вот здесь вот в 9 утра выпиваешь, и никто тебя не назовет там алкашом. А все говорят, отдыхаешь. Ляха, звучит как тост. За отдых. За отдых. Молодые люди, извините, пожалуйста, здесь нельзя пить. Это я вам, вам. Слушай, мальчик, ты если потерялся, ничем помочь не можем, мы не местные. Да. Я не потерялся. Ой, знаете, болтинник, иди купи себе мороженое. Не нужны мне ваши деньги, и я вам не мальчик. А шо, девочка. Я сотрудник туристической полиции. Какой полиции? Что-то я не слышал. А нас только что ввели на один сезон. А, вы одноразовые. Нет, 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 это пробники. Мы эксперимент нашего министерства. Я тебе сразу скажу, эксперимент не удался, иди домой. Никуда я отсюда не уйду. Ты шо, не понимаешь? Ну вот темно станет. Мамка начнет искать. Найдет. Ремня всыпет. А ну тебе надо? Перестаньте ерничать. Перед вами сотрудник полиции. Да? Где передо мной? Где? Что-то я не вижу его. Перед вами. Серьезно? О, теперь перед нами. Давай. Давай, стишок. Перестаньте. Иначе я буду вынужден применить силу. О, а кто это у нас такой применитель? Кто это у нас тут такой силовик? Мамка тебя разоругает. Ой, заругает. Перестаньте издеваться, пожалуйста. И распивать спиртные напитки. Ладно, ладно, ладно. Ты на работе, мы на отдыхе. Не будем ссориться. Вот тебе 20 гривен на жвачке. Иди гуляй. Уберите деньги. Тогда дай ему 200. Не нужны мне ваши деньги. Братан, ты точно из полиции? Уберите деньги. Здесь пиво пить нельзя. Здесь, в Одессе, пиво пить нельзя. Звучит как прикол. Блин, слушай, давай видюху снимем. Давай. А ну. Всем привет. Мы в Одессе. 2018 год. А нам тут говорят вот. Повтори. Здесь пиво пить нельзя. За это и выпьем. Холостая видюха. Перестаньте сейчас же. Да ладно, не шуми. Ой, ой, ой. Котенок на дереве. В наши обязанности не входит снимать котенков с деревьев. Да. Котенок пьет пиво. Где? Повелся. Знаете что? Я применяю силу. Ты чего? Бессмертный? Да. В смысле? Ой. Забыл представиться. Сержант полиции. Евгений Бессмертный. У меня еще фамилия Бессмертный. Красава. Я с тебя в шоке вообще. Я сказал, нельзя здесь пить. Ага. Ребята, я принес. Давай. Серый. Наконец. Сразу полторашку нашел. Представляете, а что мелочиться по 0,5 таскать, а? Вот. Давай, не пацаны. Мужчина. О, нифига себе. А что я гонял за пивом, когда официант тут есть? Не, 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 Серега, это не официант. Не официант? Нет. А что? Гей-парад уехал, участники остались, что ли? Не, 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 не. Это сотрудник правоохренительных органов. Да ладно, брось и что ты разводишь. Слышь, пацан, сгоняй там стаканы, я оставил. Притащи, а то руки были заняты. Я вам не пацан. Здесь пиво пить нельзя. И кто это такой бесстрашный, который мне запретит это делать? Ты, что ли? Не конкретно я. Закон. Интересно, закон. И чё это мне такое будет, если я всё-таки выпью? А? По инструкции я обязан вас заломать. Раз. И надеть на вас наручники. Два. Ну давай, за туристическую полицию не чокаясь. Я понял, парни, кажется. У них, похоже, страхование включили. То есть, их бьют. Потом им выплачивают деньги, и на их они оплачивают ремонт этих своих приусов. Умно. Умно. То есть, ты, получается, мент-педальный. Ну всё. Я применяю силу. Давай. Два. Молодец, парень. Молодец. А ну-ка, щёлкни меня с обезьянкой на плечи, а? Давай, братан. Отпустите. Улыбайся, слышишь? Отпустите быстро. Ты будешь? Да нет. Нет, давай, отпускай. Ну всё. Вы сами напросились. Я вызываю подкрепление. Правильно. Внимание, внимание, всем, кто находится в квадрате 18. Ситуация 3-2. Повторяю. Ситуация 3-2. Пускай по дороге креветок возьмут. Возьмите по дороге. Отбой по креветкам. Патрон 69. Подкрепление прибыло. О-о-о. Бабы. Не смейте, не смейте к ним подходить. Прикинь, свежая черёмуха. О-о-о. Вкус детства. Сейчас, подожди. Ну чё, девчонки? Нормально. Так. Это тебе, Егор, давай. Здорово. А это... Это мне. А тебе, Петрович, вон там, плаксливая досталась. Чуть-чуть. Пусть вызывает подкрепление ещё одно. Женское только. Ну чё, девчонки, может, уединимся в нашей прохладной квартирке от палящих лучей солнца, а? Мы на службе, мужчина. О-о-о. О-о-о. Ой, не дал бы ты это. Ой, девочки. Сезон-то не вечен. В ноябре будете сами нас искать по всему пляжу бегать. А-а-а. Всё, я понял. Это голые и смешные, да? Пока только смешные. Раздевайтесь, девчонки. Мы не голые и смешные. Мы туристическая полиция, ясно? Да. Ну, туристическая полиция, тогда поехали. К тебе или ко мне? В отделение поедешь, понял? О, значит, к тебе получается. Ты... Марика, играться любит, да? Ну-ка, апорт. Ну всё, вам кранты. О, кранты, о, ребята. Я, кажется, понял, зачем им нужны каски. Всё. А так бы они вообще поубивались нахрен все. Я понимаю. Вообще, вы... А-а-а. Ну, всё, всё. Всё. Мы поняли. Мы всё поняли. Извините. Мы же не враги своему здоровью. Что заводиться-то, я не понимаю. Это хорошего дня вам всем. Извините. Вот так-то. И чтоб я вас здесь больше не видел, ясно? Женька, какой ты смелый. Очень. А ты чё, сомневалась, что ли? Я сомневалась. Марина? Угу. А мы с ситуацией уже разобрались? Угу. С этой да. Посмотрите, что осталось от ваших транспортных средств. Велосипеды! А-а-а. А-а-а. Ух. А-а-а. Э-э-э. Вика, всё, провела, молодец. Вот мой корабль. Я дождусь, когда ты уедешь, и тогда пойду. Вика, ты то же самое говорила. Вначале на автобусной остановке, потом на вокзале. В итоге с Полтавы сюда припёрлась. Вика, ну хватит меня ревновать, хватит. Сашечка, я тебя не ревную. Я просто вас, кобелей, знаю. Только цель послать. Я вот у тебя в телефоне нашла. София, 19. Это что за малолетка? Отдай сюда телефон. София, это название корабля в 19.00 отплытия. Ммм, выкрутился, да? Значит, у тебя кто-то на борту есть. Да кто-то может быть, у нас там одни мужики. Я тебя знаю, это тебя никогда не останавливало. Найдёте себе? Или с каната слепите? Представляю эту картину. 30 мужиков выходят такие на пирс. В Европу они едут. Ага, зная, чем эта Европа славится. Идут такие все в наглаженных рубашечках. Такие прессы, намазанные маслом. Осталось только сливок на пупок добавить и... Вика, 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 Вика. Я уже за тебя переживаю. А что ты за меня переживаешь, а? По себе судишь? Думаешь, я такая же, как ты? Так, всё, Вика, я пошёл на корабль. Ау, а поцеловать? Глаза закрыл! Чё ты глаза закрыл, а? Кого-то себе представил, да? Какую-то тёлку, какую-то Анжелину Джоли. Вика, я представил тебя с закрытым ртом. Поклянись здоровьем матери, что не будешь мне изменять. Хорошо, клянусь здоровьем твоей матери. Саша! Ну ты сама меня просила её мамой называть. Ну ладно, всё, иди, иди, иди. Всё, давай. Стой! Я должна посмотреть, с кем ты там будешь жить. За мной. Вика. Вика. Женщина, не надо меня никуда провожать. Ты сам меня соблазнил, Казанова. Я? Да. Я попросил вас в маршрутке передать деньги за проезд. О, как ты меня сейчас возбуждаешь этой фразой опять. Романтик, моряк. Я не моряк. А почему ты вышел в порту? Я не вышел, вы меня вытащили из окна маршрутки. А чего ты мне подмигнул, дурашка? Да это у меня глаз дёрнулся. Он меня всегда дёргается перед большими неприятностями. Тебя ждёт большая приятность. Женщина, отпустите меня. Я женатый человек. Ты женатый человек. А где твоё кольцо? Да вы с ума сошли? Вы же его сами с пальца сняли и выбросили. Что вы хотите от меня вообще? А как ты думаешь, что хочет одинокая женщина в полном расцвете сил после бутылочки мартини? Надеюсь, в караоке. Ты угадал. И тебя ждёт приз. Пошли покажу. Какой? Помогите! Буся! Ну всё, тебе пора. Я так тебя люблю. И я тебя. Я так буду скучать. До встречи. Пока. Люблю тебя. Люблю. Привези мне сапоги. Синие. Яночка, привет, не ожидал, не ожидал, приятно. Буся! А я решила тебе сюрприз приготовить. Ну давай, ты же опаздываешь. Да, спешу. Давай, люблю тебя. Люблю. Буду скучать. Пока. Привези мне сумку. Синюю. Угадай, кто? Буся! Сая! Са! Всё, всё, хватит этих расставаний. Как только возвращайся из рейса, всё, женимся. Да. Дождёшься меня? Я отсюда уходить не буду. Буся, а ты надолго? На полгода. Я очень буду скучать. Да. Очень. Ну я же оставил тебе пять тысяч. Буся, ну это на месяц. А потом я очень буду скучать. Держи. Как я тебя люблю, Буся! Ну всё, всё решено. Я возвращаюсь, и мы сразу знакомим тебя с моими родителями. Договорились? Да. Ну всё, давай. Кстати, мой отец тоже моряк. Ну если отец моряк, мы точно с ним знакомы. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг кара. Лё, капитан, ну куда же вы? Тётенька, вы уже добились всего, чего хотели. Отпустите меня, пожалуйста. А повторить? А повторить? Ты? Полиция! Вызывай пожарных, полиция меня уже боится. Женщина, женщина, давайте я вам заплачу, только отпустите меня, умоляю. Нет, мой терминал принимает одну валюту, и она у тебя есть. Помогите! Ну что, убедилась, что на корабле нет никаких баб? Баб-то нет. Но ты же каждый раз какую-то болячку привозишь. В прошлый раз весь в красных пятнах приехал. Вика, ну я же тебе говорил, меня москиты покусали. А меня они как? Через тебя покусали. Слава Богу. Всё, давай, пока. Пока. Всё, буду через полгода. Давай, пока. Девушка, а вы тоже кого-то провожали? Нет, я уже всех провела. Теперь буду встречать. Ты мне ещё спасибо скажешь. Полгода о сексе думать не будешь. Я теперь этот ужас всю жизнь помнить буду. Ну, что ли, давай и прощаться. Морячок. Я вам ещё раз говорю. Я не морячок. Я аниматор. Я ехал на детский утренний. Все моряки такие понавидумывают легенд, а потом поматросил и бросил. Слушай, аниматор. А ты что, в городе остаёшься? Нет! Я на корабль! На полгода! Девчонки, а вы кого встречаете или провожаете? А она одного провела, а следующего встречает. Ни стыда, ни совести. Да. И вы даже не представляете, как сложно мне было составить этот график. А у нас с Сашкой любовь с первого взгляда. Мои тоже так все думают. А я в глаза уже даже не смотрю. Ой, девчонки, ну почему нельзя вместе с ними поехать? Потому что женщина на корабле – это плохая примета. Задолбали. На рыбалку – плохая примета. В сауну – плохая примета. В сауну меня берут. Счастливая. Да, хоть там на корабле 30 мужиков, а я все равно за своего Сашку переживаю. 30 мужиков? Ну-ка, навались, девки. А ну-ка, стой! А-а-а-ай! Ну вот это проливки же говорят, сколько тут идти. Еле дошли. Мы час добирались сюда, а вы сказали, что до моря всего 15 минут. Я никогда не вру. До моря ровно 15 минут на электричке. Вот она здесь ходит, ее прямо из окна видно. Но в объявлении было сказано, что из окна видно море. Так и есть, так и есть, милочка моя. Мора видно, море не видно. Мора видно, море не видно. А, аренда в минокле 50 гривен в день. Брать будете? Спасибо, обойдемся. Да. Вай-фай у вас тут хоть есть? Да, конечно. Вот висит, работает. Уже хоть что-то. Как сеть называется? Евролюкс. А, евро... Евре. А, ну да. А какой пароль? Записывайте. Так. Один. Так. Два. Так. Три. Так. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Не спешите. Пять. Так. Шесть. Так. Семь. Восемь. Нет. В-о-с-е-м. Все? С буквами «да». Семьдесят два, сто сорок два, одиннадцать, сто шестьдесят четыре, восемь нулей. Семь, семь, восемь нулей. Фух. Изя с маленькими, Изя с большими и нижнее подчеркивание. Все? А Сара собака. Аня, пишите. Все? Подключились? Да. Странно. Только интернета нет. А где написано, что он должен быть? Ну как же. В объявлении сказано, в квартире есть интернет. В объявлении сказано, в квартире есть вай-фай роутер. Вот он висит, лампочка горит. Вы извините, но это надувательство. Кстати, хорошо, что вы вспомнили. Бонус к этим шикарным апартаментам. Вам идет вот этот надувной матрас. Спасибо. Мы умеем плавать и предпочитаем купаться без матраса. Нет, вы можете купаться как угодно, но спать вы будете на матрасе. Как это на матрасе? А что, нет кровати? Есть. Ну так, а почему мы не можем спать на кровати? Ну спите на кровати. Со мной. Если я вас не смущаю рядом. То есть как это с вами? Мы же снимаем квартиру целиком? В Одессе, в конце августа. Где вы снимете квартиру целиком? Не смешите мои тапочки. Подождите, но у вас же есть отдельная комната. Есть. Вот. Но там спит мама. Сыночка. Что мамочка? Ты будешь идти в туалет? Нет, мамочка, я потерплю. Но тогда я смываю. Это моя мама. Слушайте ее и научитесь экономить. Спасибо, как-нибудь обойдемся. А почему у вас на полу мелом обведены силуэты людей? Здесь что, было убийство? Ой, геморрой вам на язык. Убийство. Я же говорю, пик сезона. Люди заранее бронируют места. Здесь будет спать Вася из Житомира. Здесь Коля из Хмельницкого. Ужас какой. Сумасшедший дом какой-то. Да, кстати. Вы не могли бы оставшуюся часть денег оплатить мне в долларах? Нет, у нас гривны. Что же делать? Ладно, выручу вас. Я знаю, где в Одессе самый хороший курс. Где? У меня. А почему же вы не можете сразу взять гривны? Потому что мне не нужны ваши гривны. Мне нужны доллары. Долларов у вас нет. И я готов идти вам на уступки, продать вам мои доллары. Чтобы вы со мной расплатились в нормальной валюте. Что вы все усложняете? Мы все упростим. Пойдем найдем комнату в другом месте. Да. Верните наш задаток. Ой, ой. Мне очень неприятно, конечно, все это слышать. Но вот. Держите вашу тысячу. Как тысяча? Мы вам четыре тысячи отправляли. Это было три дня назад. И что? Ну, главное правило Одессы. Время – деньги. Здесь уже три дня могли жить другие люди. Прощайте. Да. Ах, до встречи. Да не дай бог. Три, два, один. И снова здравствуйте. Хорошо. Хорошо. Мы согласны снять вашу комнату за семь тысяч. Да. За десять. Как за десять? Было же семь. Ну, пока вы бегали, я успел сдать эту комнату другим людям за девять. Брать будете за десять? Да. Но мы платим в гривне. Ай, какие вы хитрые люди. Сейчас вам нужно ознакомиться с пресс-курантом цен в самой квартире. Сходить в туалет пять гривен. Зарядить телефон десять гривен. Отдохнуть так, чтобы никто не мешал пятьдесят гривен. А-а-а, кошмар. У меня от этого голова идет кругом. Можно хотя бы воды? Ой, конечно, вам плохо. Да. Держите. Двадцать гривен. Вы с ума сошли? Дайте ей воды. Человеку плохо. Да. Если вы не заплатите, плохо будет мне. Папа, пап, 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 дай мне водички. Водички тебе? Да. На, сыночка, на, мой хорошенький. Спасибо. Да, видите, ребенок все понимает. А что же это вы? Мы взрослые люди. А что же это вы с нас двадцать гривен берете, а с ребеночка всего пять? Ну что, я на собственном сыне зарабатывать буду. В ноль вышел и все. Кошмар, да какой, кошмар. Да, воду брать будете? Да. Да, дайте воды. Вот, видите, как вы хорошо, быстро учитесь, хорошо. Свет у вас тут хоть есть? Есть, конечно. Но его нет. Он есть. Просто нужно купить у меня лампочку. Какой жук. Ага. Спасибо, проживем без света. Хорошо, хорошо, в таком случае платите за средства от комаров. Какое еще средство от комаров? Комары летят на свет. Если света нет, значит комаров нет. Нет, 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 это какой-то развод. Верните нам наши десять тысяч, мы уходим. Второй раз на те же грабли вы в Одессе долго не проживете. Вам нужно держаться меня. Верните деньги. Хорошо, хорошо, вот. Держите. Ваши восемь тысяч. Как восемь? Мы же вам десять давали. Я же говорю, главное правило Одессы. Время, деньги. Я уже час тут с вами вошкаюсь. Уже здесь могли жить другие люди. Вы будете брать, нет? Теперь точно? Прощайте. Три, два, один. Не могу сказать, что рад вас видеть, но снова здравствуйте. Сколько? Для вас, как для постоянных клиентов, уже скидка 12 тысяч. Все, 12. Да. 12. Давайте ключи от домофона. Ой, там ключи, мне нужны схема гораздо проще. Звоните в квартиру 56, говорите, что вы в квартиру 57. Все. Ну, у вас же 58-я. Да. Я знаю, что у меня. Просто мы не сбрасывались на домофон, нам он не нужен. Да, кстати, если вас вдруг спросят, а вас спросят. Вы мои племянники Ярослав и Светлана. А вас, простите, как зовут? Моша Кацмана. То есть у Моши Кацмана племянники Ярослав и Светлана. Именно. Да, кстати, а с вас еще 100 гривен. За что? Это депозит. На случай, если вы вдруг проколитесь в имена. А мы не проколимся. Мы взрослые, адекватные люди. Но я вам сразу их и отдам. Ну что, по рукам будем знакомиться. Михаил Исакович. Женя. Вика. Ну вот вы и прикололись. Ярослав и Светлана. Да я его сейчас убью. Не надо. Скажите, а здесь что? Все такие? Какие такие? Такие, как вы. Ой, вы знаете, к сожалению, в Одессе нас, настоящих украинцев, осталось очень мало. В основном грузины и евреи. Так, вот вам ваши 12 тысяч. Пожалуйста. Можем мы уже начать отдыхать? Да, конечно, конечно. Отдыхайте, располагайтесь, набирайте сил. Тем более, что у вас сегодня ночью с часу до двух пешая экскурсия по Одессе. Это еще почему? Вы сами виноваты. Пока вы там въехали, я уже успел сдать эту квартиру всего на час одной очень приличной паре. И чем эта приличная пара собирается заниматься в нашей комнате? Очень неприличными делами. Ай, а можно как-то без этого? Можно 300 гривен. Дай ему эти 300 гривен. Спасибо. Все, мы можем теперь с моей супругой остаться в этой комнате наедине? Да, конечно, можете делать что угодно, я не стесняюсь, я отвернусь. Да вы можете выйти! Напоминаю, прейскурант цен. Отдохнуть так, чтобы никто не мешал, 50 гривен. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот мы с вами и в расчете. Всего доброго, добро пожаловать в Одессу. Спасибо. Женя, мы за эти деньги могли в Турции отдохнуть целый год all inclusive. Ну, ты же сама хотела. Отечественный курорт. Хотела. Все, теперь не хочешь? Не хочу. А вот сейчас? Что? А вот сейчас? Сейчас? Сейчас хочешь? Хочу. Здравствуй, Бед. А, кто? А кто вы такие? Мы Ярослав и... Светлана. Ярик и Светочка, очень хорошо. А вы что, хотите таки снимать эту прекрасную квартиру? Что значит хотим? Мы ее уже снимаем. Вообще же да. Ну, кто вам мог сдать мою квартиру? Мой шакасман. Мой шакасман. Мы ему денег уже дали. Вот старый поц. Он же с вас взял деньги чисто за свой инструктаж и чисто свой процент. А за саму квартиру денежек я пока не видел. Я ему еще скуки тварды оторву. Так, где же тебя нужно задать? Так, где? Я, 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 я... Я, 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 я... Ну, ну, ну... Ну и где твои встречающие из отеля? Да. Что да? Это ты с ними договаривался? Да? Да. И снова здравствуйте. Нет. Да. Нет. Таки да, родненькие мои. Женя, мы что, опять сняли ту самую квартиру, как в прошлом году? Не опять, а снова. Рад вас видеть. Не могу ответить вам тем же. Лучше бы мы в Европу поехали. А что вы думаете, в Европе нет наших? Я вас умоляю. Подождите, тут что-то не сходится. Мы же забронировали шестизвездочный отель. В Одессе? И оплатили его? Конечно, всю сумму за весь период. Поздравляю, вас снова кинули. В Одессе нет отелей в шесть звезд. Их в Украине нет. Ну хотя наши пытались, но... Мы все равно жить у вас не собираемся. Хорошо, хорошо. Ждать у меня в крови. Чтобы такие, как вы, нас не облапошили, мы в Киеве прошли курс. Как не стать лохом в Одессе? Да? И сколько они стоили? Сто долларов занятия. С каждого? Я поздравляю, вы стали лохами еще в Киеве. Мы все равно не будем сливать вашу квартиру. Нам хватило прошлого года. А что вы так категоричны? Между прочим, с прошлого года много чего изменилось. Интересно, что? Например, цена. И что же, теперь платить надо меньше? Запомните, еврей никогда не употребляет словосочетание платить меньше, если это касается в его сторону. Платить, конечно же, нужно больше. Всего лишь полторы тысячи в сутки. Сущие копейки. О, нет, спасибо. Мы найдем другую квартиру. Вот, по объявлению. Да, вон, полно квартир по тысяче гривен. Пожалуйста. Вот сейчас первый попавшийся наберу. Угу. Алло. Алло, девушка, добрый день. Здравствуйте. Мы бы хотели снять вашу квартиру. Да-да, конечно. Сколько будет стоить? Две тысячи гривен. Сколько? Две тысячи. Женя, ты знаешь, с кем ты разговариваешь сейчас? С какой-то мерзкой теткой. С вот этой. Шалом. Давай другое. Да. Вот это. Да ладно. А вот это? Это какой-то кошмар. Кошмар. Стойте, стойте, не сбрасывайте, мой любимый момент. Все, здравствуйте. Кошмар. Здравствуйте. Я не могу понять, вы что, все квартиры в Одессе сдаете? Да. Ну почему же все? Самые хорошие и самые дешевые. Подождите, подождите. Если они самые дешевые, то почему вы пишете тысячу гривен в объявлении, а по телефону говорите две? Деточка, это бизнес. В цену входят телефонные разговоры. Хорошо. Давайте тогда так. Мы снимаем вот эту квартиру за тысячу гривен. Хорошо. С вас две тысячи. Почему? Потому что вы уже позвонили по телефону. Так, все, Женя, пошли от него подальше. Пойдем. Дальше Одесса, из Одессы вы не уедете. Да. Ладно, давай тогда поищем хостелы. Да. Вот, смотри, две звезды, но зато возле вокзала. Возле вокзала? Хостел это отделение полиции. Пожалуйста, я вам очень рекомендую. У них такие прохладные камеры. Вот, здорово. Что, полиция сдает камеры? Пик сезона. Все сдают все. Ну тогда мы лучше на вокзале переночуем. Да. 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 Пожалуйста, на чуть-чуть на вокзале 300 гривен с человека. Что? Вы что, и места на вокзале сдаете? Пик сезона. Все сдают все, у кого есть крыша над головой. Что, непонятно. Знаете что? Мы сейчас позвоним в полицию, и тогда вас посадят за мошенничество в камеру. Что, и вы слушаете? Все камеры заняты. А вы все равно позвоните. Звоните. Одесская полиция слушает. Подождите. Вы что, и полицию контролируете? Как уехали граждане, да. Тогда, Женя, мы уезжаем. Домой? Нет, к моей маме в Беляевку. Куда? Да, до моря далеко, но зато бесплатно. Сколько вы говорили за квартиру? Две тысячи, вот, пожалуйста, ваши деньги. Уже три. Как три? Только что две было. Ну вы же прячетесь от своей тёщи. Получается, эта квартира уже убежище. Ладно, ладно, вот три. И ты сейчас вверх. На что? Замолчание. Вы же не хотите, чтобы ваша тёща узнала, где ваше убежище. Мы уходим, ясно, и найдем себе нормальное жилье. Да. Где, например? Например, в катакомбах. Еще дороже, и все занято. Да это же достопримечательность. Женя, нам дешевле было купить палатку и ночевать в ней. Это точно. Ой, как знал. Вот. Две тысячи. Две тысячи за палатку? За сутки. Нет, нет, нет. Да что вы орёте, как продавец просроченной рыбы на привозе. Ладно, ладно. Не хотите, за две я подожду. Женя, ты будешь что-то делать? Вообще-то темнеет. Я спать хочу. Мы что, на улице будем ночевать? Ладно. Давайте вашу палатку за две тысячи. К три. Да что у вас с ценами творится? Ну пока вы думали, наступил вечер, а вечером цены растут. Как она хоть раскладывается-то? Вот, пожалуйста, инструкция. Пятьсот гривен. Так, Женя, не давай ему ни копейки, стереги вещи, а я пойду и найду нам нормальную квартиру. Да. Молодой человек, разрешите вам дать один очень ценный совет всего за 200 гривен. Спасибо, обойдусь. Молодой человек, это очень ценный совет. Вы не пожалеете, он вам в жизни очень пригодится. Ценный, говорите? Ну ладно, 200 гривен вроде немного. Пожалуйста. Вот мой вам совет. 200 гривен тоже деньги. Я не понял, и что, это весь совет? Да это самый бесполезный совет, который я слышал. Не скажите, если бы вы его раньше слышали, у вас бы сейчас в кармане было на 200 гривен больше. Ну что вы так нервничаете? Я знаю, откуда эти все ваши нервы. Это все потому, что у вас в семье все решает женщина. Это неправда, это не так. Поверьте мне, если это не так, то вы поступите как мудрый мужчина и снимете мою квартиру за 3000 гривен. Мне надо посоветоваться с женой. Вот видите? Смотрите сюда. Смотрите. Это квартира очень хорошая. У меня в Калидоре есть коврик мягенький, на котором вы будете спать. Там прохладно, потому что в Калидоре нет окон. Это будет самый лучший ваш отдых из ваших худших. Вы согласны? Согласен. Стоять! Сорвался малек. Женечка, я нашла нам шикарную квартиру всего за 1000 гривен возле моря. Викуся! Согласен. В Коблеве тоже есть море. Нет, это в Одессе. И села у этой милой женщины. Здрасте. Таки мы с вами договорились. Да, Женечка, дай ей за всю неделю. За всю неделю? Да. С вами очень приятно иметь дело. Пожалуйста. Ладно, ладно. Так и быть. Берите ваши вещи и пойдемте ко мне в машину. Да, с чего это вдруг вашу машину? Ой, какой я невоспитанный, забыл представить. Это моя мама. Дела Львовна. Еще раз здравствуйте. И вы таки сняли мою квартиру. Нашу сыночка. Хоть и не за очень дорого мама, но, надеюсь, проискурант цен с прошлого года вы помните. Ладно, ладно. Чтобы вас успокоить, бонусом отвезу вас бесплатно. За 200 гривен с каждого. Сначала отвези маму, что не мазал. Я буду с такими деньжищами ходить по всей Одессе. Ой, точно. Это же мама. Мама это святое, мамочка, если можно. Я быстренько. Одно колесо там, второе в багажнике. Женька, подожди. То есть они взяли все наши деньги и забрали наши вещи? Стоять! Они в полицию! Срочно, Женя! Шо вы меня наяриваете? Я вам оставил палатку. Тебе уже 222 года, но до сих пор не найден ответ на очень простой вопрос. Чья ты, Одесса? Молодой человек, любому разумному человеку сразу же понятно, чья Одесса. Ну и чья? Это этот город принадлежит самый умный нас. Комар чобаки назвали! У вас уже! Целую ваши мести, целую ваши глазки, целую ваши взгляды. Мужчина, чего вы вдруг решили, что Одесса это грузинский город? Да. Ух, а какой другой может быть город в грузинской области? И вообще, Одесса это как маленькая грузия. Порт есть? Вино есть? Есть. Реформы есть? Есть. Поворотники люди тоже не включают. И главный грузин. Я прошу прощения, но где Грузия, а где Одесса? Я вам так отвечу на ваш вопрос, где? Грузия из этого места уже выбралась. И Одесса тоже выкарабкивается. Послушайте, послушайте, но у меня все равно есть сомнения, что Одесса это грузинский город. Ух, а почему? Одесса, украинское место. Красивое. Гостинное, приемное. Здоровенькие были. Я прошу прощения, дихо извиняюсь. Но мне кажется, из всего того, что вы только что сказали, в зале поняли только Одесса. И то вы это слово неправильно сказали. Одесса, украинское место. А чем вы это докажете? Ну, дивитесь. Сири, чье место, Одесса? Одесса, это Украина. А? Ну-ка, дайте я перепроверю, интересно. Сара, город Одесса, чей? Одесса, это молдавский город. Унафилла! Почему? Слушай, а? Во-первых, в Одессе полным-полно винных погребов. Девушка, в Одессе очень много катакомб, и только молдаване думают, что это. А во-вторых, в Одессе всегда весело! Девушка, я прошу прощения, если одесситы смеются с молдаван, это не значит, что они сами молдаване. Пардон, пардон, пардон. Бонжур! Одесса есть французский город. Одесса это шарм. Одесса это ренессанс. Одесса это антураж. Так что говорить, когда цели улицы в Одессе называются французский бульвар. Ну, это легко выправить один указ, и завтра появится проспект свободы. Но дело в том, что в Одессе есть проспект свободы. Ну, появится бульвар свободы. Вы еще молдаванку переименуйте. Желательно в грузинку, я доплачу. Одесса это исконно рус Пошел вон! А я настаиваю, что Одесса есть французский город, и Одесситы должны быть нам благодарны. Ну, и за что это повинны вдячь, не будь Одесситы и вся Украина? Ну, как минимум за то, что мы уже когда-то сожгли Москву. Моя ж ты зайка. Я прошу прощения, я здесь немножечко подумал, и может быть все-таки Одесса чуть-чуть, русский город. Нет! Извините, я сделал все, что мог. В таком случае верните деньги. Какие деньги? Вам русским лишь бы что-то вернуть. Одесситы очень любят французские вина. Полюбляют французские, а пьют наши украинские. Да, да, до тех пор, пока не попробуют настоящее грузинское вино. Может быть любят ваши, а вставляют наши молдавские вина. Ну, мы-то все знаем, что мы эти все вина разливаем из одной бочки. Нет, подождите, подождите. Вы все не правы. Я сейчас решу этот межнарод... Ну, вы поняли этот конфликт. Значит так, Одесса принадлежит блондинкам, потому что здесь столько клубов, море, вечеринки, тусовки. Яночка, дело в том, что за Аркадией есть еще дома, улицы, там люди живут. Очень смешно. Вообще-то, на самом деле, это город блондинок, потому что там, где эта длинная лесенка, стоит памятник шикарной блондинке в платье. Письма сошли. Это памятник знаменитому французу Дюку де Реселье. Да ладно? Да, и чтобы развеять ваши сомнения, посмотрите на Дюка со второго люка. Да, а с этого люка видно, что Дюк настоящий грузин. Ой, было чем хвалиться. Грузин, ты француз. Что вы говорите? Тихо, 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 друзья, успокойтесь. Успокойтесь. Я, кажется, понял, что в каждом Одессите есть немножечко еврея, чуть-чуть грузина, немножко француза. Але всі вони щирі українці. А я, я, конечно, іди уже сюди. Стойте. Щоби не побіяли. Именно поэтому у каждого Одессита такое уникальное чувство юмора. Потому что в Одессе всегда было, есть и будет молдавское веселье, гражданское счастье, грузинское гостеприимство, французский колорит, женская глупость, русские дороги, а тепер ши наше украинское дизель-шоу! Только нам этого тут не хватало! Дизель-шоу! 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 Мы здесь веселимся и всех веселим! Дизель-шоу! Заправим, настроим, зальем, зарядим! Дизель-шоу! Садитесь удобнее перед экраном! Дизель-шоу! Со всей семьей на любимом диване! Нас женщины любят мужчины и дети! Мы самое доброе шоу на свете! Дизель-шоу! Дизель-шоу! Дизель-шоу!